ну и ложка дегтя небольшой штамп должен быть вот понимать когда человек уже сказал про штамп и когда уже сафронов я сказал что железов считает что у генетических стамба нет вообще особенно это касается деревьев привитых вот а часть деревьев она на этом акцент не делает вот для чего вот это вишни это вишня это дерево подчеркиваю дерево но можно назвать полу кустарником и можно назвать малорослым деревом на это дерево скажите а ему нужен этот штамп даже маленький ведь когда она если отрежет несколько нижних веток допустим ну то что будет немного выше трудно собрать плоды ладно но уже за каждая рана это когда-то будет проходить школа каждая рана снижение морозной гости вот люди будут смеяться на теме кто еще будет говорить как ежегодная обрезка приводит к удлинению срока жизни к здоровью дерева вот здоровым плодам вот это когда-то станет все наоборот а сейчас это стало один аксиома аксиома это то что безупречно это догма от которой давно пора отказаться и вот это уже компромисс небольшой но именно него вы знаете как интересно письма но именно небольшой то есть мы колечить будем но немножко а теперь посмотрим на это дерево почему шелковица приняла такую форму это мое дерево почему шелковица приняла такую форму у нее я объясняю это касается большей части россии не только сибири у нее настолько длинные кончики веток что каждый год они подмерзают реакция дерева на подмерзание принятие вместо штамповой формы а шелковица это огромные деревья знаете вот такими штампами а здесь и помине нет почему потому что она в суровых условиях и мегаги имеет это даже как бы генетические основы то есть поневоле но стоит конточком отмерзнуть и просыпается почки которые никогда бы не проснулись например это же дерево из семечка я привитые ни разу в жизни не продал и нет вот почему я привал но у меня ничего не получилось брать не буду где такой же волшебный но по крайней мере объективе значит где штамп был штамп вот клянусь был штамп это же мое дерево у семечка он бы они обычно такие потом когда дерево начинает обмерзать сверху и поток естественно просыпаются нижние почки и мы счастливы на сегодняшний шампинар дойдем я вам покажу может это здесь она здесь в общем как мне я всегда я не просто видите когда она ему отвечала это было письмо но она его не снабдила ни одной фотографии доказательства того что она по это я почему ее фотографию сюда не ставил чтобы не выглядела злорадно потому что я не могу видеть деревья вы которых столько рад вот получается смотрите этот вроде даром не надо это даром не надо смотрите да одна из первых попыток старая фотография лет 20 одна из первых попыток внедрить черешню она не выдержала даже второй зимы так ее сама природа предусмотрела что проснулись почки их не было они себя спали никому не мешали но верхушка отмерзла и дерево приняла кустовидную форму это ее запасной вариант на случай попадания в суровом эти времена потому что ледниковый период все сдохнет кровете уходит на юг что выживает успевает семенами перенести снаю потом опять наступает тепло ледник растаял его так туда и сюда это запасной вариант его даже надо знать что никогда вот теперь ну как бы поймать за за руку или за язык попробуйте теперь скажите штамп должен быть на небольшой вот перед вами дерево ну и делайте его небольшой штаб понимаете в чем вы не правы потому что генетика а я не генетик но я представляю общее понятие какие то есть самое интересное институтские знания нет в школе я столько почерпнул всего и пришли десятки лет я вспоминаю я вспоминаю вот то что в школе проходить я тогда думал зачем мне нужно знать чем отличается червяка этот побежьем полосатый от продольно полосатого я вспоминаю смотрите это мой привитый этот самый абрикос это тот самый участок вот видите вот справа вверху это самый бак он выдает его что это тот самый участок это 70 лет 2000 2016 его или осень 2015 года потому что осваивал его 2015 это холмы просто и плохо видно вот они постепенно как-то просели вот это саженец который я здесь садил именно садил то есть он тут было пустое место и мне трудно было вначале его расистенец быстрее быстрее засадить участок цель была такая результат вы видели и видели сану савиничу с такими плодами видели а теперь смотрите сюда это ну нет трудно судить на целый год могу ошибиться осень 2015 или 2016 посмотрите он был вдоль привит он был в другом месте он был школки тут действительно как право лариса андреевна что действительно уже садить и легко я обещаю метки сметку ставлю здесь я просто не видно при перед перед пересадкой и вот получилось посадил теперь смотрите цифровую тимирязева кто чего они сделали посоветовали и то чего их научили высота штаба должна быть от 50 до 90 сантиметров причем там не сказано привиты ну конечно первое все привиты касались почему у привитых что монет так его уже напрашивается взять посадить привить повыше то на 20 сантиметрах на 30 до 40 так но и они уже по качеству по моростойкости вообще по уступят 100 процентов скорее всего вот там массовой гибель а вот когда приваешь у земли альтурсы никто не отменял от 50 до 90 вот давайте вот я бы взял вот прекрасный саженец да великолепнейший саженец это не саженец это чудо фотографии надо было показать его спустя два три года ладно бывает так вот допустим так случилось вот он растет вот я беру сдаю секатор опять я беру потом уже поздно они будут расти мощно и потом он будет вверх расти а где же как-то эти боковые надо отрезать сейчас срезы нелогично согласны 40 50 50 90 сантиметров что останется вот этот кусочек тогда надо ждать пока как там помните вот с такими уже этими так потом когда он еще на метр подрастет чтобы 90 сантиметров пошло на штамп волники искалечены вот такие ветки будем отрезать а скажите а на кой черт ему нужна ваша обрезка вот вы написали допустим небольшой штамп должен быть но поправились это уже давление железом зачем ему даже небольшой вот сейчас лекарство ответ напрашивается я дальше вас мучить не буду а может буду я даже не помню но про это я уже это мне прислали фотографию вот всех вот такой саженец был продан на рынке на глазах у этой дамы продавец она писала об этом взял уже проданный саженец взял и отрезал все ветки естественно не замазал вручил сказать берегите тооооооооооооого да я Продолжение следует...